Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей на канале Наши Наария, в студии Елена Зисун. Сегодня в программе. Долгожданное открытие. Торговый центр Арена распахнул двери для посетителей. За кражу мотороллера арестован криминальный авторитет Михаэль Мор. Грабеж по-латине-американски. Шестеро гостей из Южной Америки похищали деньги у наарийцев. Обидели инвалидов. Неизвестные сожгли их транспортные средства. Берегись мусоровоза. Грузовой автомобиль чуть не сбил девочку по дороге в школу. Нашли друг друга. Наарийца усыновили бездомных собак. События недели. 9 июня в Наарии состоялось торжественное открытие нового торгового центра Арена, принадлежащего компании Арена Старгрупп, которая уже владеет торговыми центрами в Герслии и Аждоди. Почетным гостем мероприятия стал владелец компании, швейцарский магнат Маркус Вебер. Мероприятие посетили также мэр наарии Жаки Собак, депутаты горсовета, бизнесмены и тысячи горожан. Земля по строительству Арены была приобретена еще в 2008 году за 58 млн шекелей. Общая сумма вложений в строительство оценивается в 300 млн шекелей. Площадь Арены составляет 15 тысяч квадратных метров. На ней располагаются более 100 магазинов и торговых сетей. Новый торговый центр обеспечивает около 1000 рабочих мест. В нем используется особая система автоматической регулировки освещения в зависимости от погоды, что позволяет экономить электричество. Отметим, открытие нового торгового центра изначально было намечено на вторую половину 2014 года. Однако задержалось в связи с требованием общественной сценарии построить новые дорожные развязки вокруг Арены, с тем, чтобы предотвратить транспортный коллапс. Из-за задержки с открытием торговые сети, чьи магазины разместились в новом торговом центре, якобы понесли значительные убытки. Арена Старгрупп уже выделила 1 млн 800 тыс. шекелей для выплаты компенсаций. Криминальная хроника Известный криминальный авторитет Михаэль Мор и его подельник были арестованы в ночь на 11 июня по подозрению в краже мотороллера. Утверждается, что транспортное средство было похищено с целью совершения криминального теракта. Мор отрицает свою причастность к краже. Мировой суд ВАКО продлил арест преступника на 5 дней. Несколько месяцев назад его уже задерживала полиция, но вскоре он вышел на свободу. На сей раз в полиции обещают покрепче застегнуть наручники на руках криминального авторитета. В апреле этого года были арестованы приближенные Мора, которые ехали на мотороллере, держа в руках сосуд с горючей смесью. Предполагается, что они намеревались совершить покушение. Двое граждан Мексики и четверо колумбийцев были арестованы во вторник, 9 июня, на арийской полиции по подозрению в мошенничестве и краже полумиллиона шекелей. Иностранцы выслеживали граждан, снимавших крупные суммы денег через банкоматы, и обманными методами выкрадывали у них эти деньги. В банде действовали три женщины и трое мужчин, которые перемещались по городу на арендованных автомобилях и под разными предлогами пытались вступить в контакт с выбранными ими людьми. Подозреваемые, в частности, прокалывали колеса в автомобиле жертвы и предлагали помощь в замене проколотого колеса, во время оказания которой незаметно крали деньги. Преступники были арестованы после того, как сотрудник на арийского отделения полиции заметил на улице человека, который походил на одного из подозреваемых, зафиксированного камерой видеонаблюдения. Выследив его, полицейские арестовали остальных членов группировки. Сейчас проверяется подозрение по поводу того, что латиноамериканцы находились в Израиле по поддельным документам. Суд продлил арест иностранцев. Происшествие. Неизвестные подожгли два электромобиля для инвалидов, принадлежащие репатриантам из Южной Америки Феликсу и Шарон Гольдштейном. Инцидент произошел возле дома супругов на улице Гомогеним в ночь на 10 июня. Для Гольдштейнов произошедшее стало большим потрясением. 53-летняя Шарон имеет 100% инвалидность. Ее муж, 63-летний Феликс, после аварии на работе также страдает от проблем со здоровьем. Электромобили были единственным средством передвижения для супругов. Стоимость одного такого устройства составляет 25 тысяч шекелей. Гольдштейны не могут позволить себе купить новые электромобили и теперь вынуждены сидеть все время дома. Репатрианты не знают, кто мог совершить поджог. На камере наблюдения преступников также не видно. На этой неделе 8-летняя жительница Нарии чуть не попала под колесом мусоровоза на улице Ремес. Она успела вовремя отскочить от надвигавшегося на нее автомобиля, однако упала и получила несколько травм. Как сообщает сайт Блинкер, инцидент произошел в районе 8 часов утра, когда девочка направлялась в школу Вайцман, расположенную на улице. Пострадавшая школьница была доставлена в больницу, а ее родители подали жалобу в полицию. Водитель мусоровоза утверждает, что не видел ребенка. Улица Ремес является одной из самых узких в нашем городе, и такие крупные транспортные средства, как мусоровоз, полностью перекрывают ее. Однако вывоз мусора с этой улицы осуществляется именно с 7 до 8 часов утра, когда дети идут в школу. После произошедшего в мэрии пообещали, что мусоровоз больше не будет заезжать на улицу Ремес в это время. День усыновления организованной некоммерческой организации на арея Оветхайот, на арея любит животных, прошел 6 июня в нашем городе. Для желающих завести четвероногого друга это был шанс исполнить свою мечту. В рамках мероприятия, которое проходило на улице Ицхак-Саде возле ресторана Бенахала, также состоялся благотворительный базар. Посетители могли за небольшую плату приобрести подержанные книги, посуду, картины и другие вещи. Собранные средства были направлены на оказание помощи бездомным животным. На этом все. Желаю вам хорошей недели! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok